С вами Николай Пименко в проекте Дата. На календаре 24 июля. Сегодня день кадастрового инженера в России, день флориста опять же в России. У родившихся 1783 год. В этот день появляется на свет Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, президент Великой Колумбии и освободитель Венесуэлы. В 1802 году родился Александр Дюма, отец, французский писатель. Ну, конечно же, Тримушкетера, Королева Марго и так далее. О нем сегодня еще поговорим. 1901 год. В этот мир приходит Игорь Ильинский, актер малого театра, народный артист страны. Закройщик из Торжка, Волга-Волга, карнавальная ночь, гусарская баллада. В начале 20 века он безумно популярен. Афиши извещали, к нам едет король экрана, нас посетит закройщик из Торжка, похититель трех миллионов, личный друг мисс Мэнд и возлюбленный аэлиты Игорь Ильинский. Последние годы жизни Ильинский почти ослеп, но все равно ставил спектакли. При этом он умудрялся видеть, когда какую-то мизансцену исполняют неверно. Вот такая у человека была интуиция. В 1912 году родился еще один известнейший актер Николай Гриценко, актер театра имени Вахтангова, тоже народный артист СССР. «Живой труп», «Идиот», «Анна Каренина», «Земля Санникова», «17 мгновений весны», адъютант его превосходительства и многие другие. Настоящий актер старой русской и советской школы. В 1942 году появляется на свет Ирина Мирошниченко, народная артистка РСФСР. А в 1960-м Вячеслав Быков, советский российский хоккеист, пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России. В 1970 году в Бронксе в бедной семье эмигрантов из Пуэрто-Рико появляется на свет будущая звезда поп-эстрады кино Дженнифер Лопес. Она начинает сценическую карьеру танцовщицей в мюзиклах, потом зацепилась за Голливуд. Засветившись в нескольких сериалах, Дженнифер закончила карьеру на телевидении и решила полностью посвятить себя большому экрану. Ну и, судя по всему, у нее это получилось, коль мы о ней вспоминаем. О событиях этого дня. 1774 год. 24 июля в Крыму, сражаясь с турецким десантом у деревни Шумы, ныне Кутузовка, под Алуштой, получил тяжелое ранение подполковник Михаил Кутузов. Он первым поднимает свой батальон в атаку. Рапорт гласил, что пуля, ударившая его между глазу и виска, вышла напролет и в том же месте на другой стороне лица. А Гавриил Державин уточнял, смерть сквозь его голову промчалась. Кутузов выжил, но лишился правого глаза. Ну а Екатерина II щедро вознаградила его. 1790 год. В юго-западной Франции, близ городка Барботан, в департаменте Жер, упал метеорит, о чем сразу же оповестили Парижскую академию наук. Но самое смешное, академики хохотали до упаду, мол, гасконцы всегда были большими фантазерами и хвостунами. И потребовали не впадать в эти суеверия. И лишь в 1803 году академики согласились признать реальность феномена падения метеоритов. 24 июля 1821 год. Кронштадт. Закончив труднейшее плавание, туда входят шлюпы Восток и Мирный под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. За 751 день корабли прошли 92 тысячи километров. Экспедиция увенчалась открытием нового материка – Антарктиды. Кроме того, на карту нанесены 29 неизвестных островов и выполнены сложные океанографические работы. 1883 год. На московском ипподроме прошло первое в России состязание велогонщиков. Опасаясь, что велогонка может не привлечь массового зрителя, устроители включили в программу также соревнования бегунов из числа желающих. В состязании известных в Москве скороходов против рысаков, гонки троек, наездников-казаков и другие забавы, смыслом которых, как всегда, было простое – кто кого. В результате на ипподроме собирается 10 тысяч зрителей. Именно здесь впервые в России широко прозвучало слово «спорт». 1858 год. Александр Дюма, обещали о нем вспомнить, автор «Мушкетеров» прибывает в Москву. До этого почти месяц, погостив в Петербурге, он посещает замечательный памятник русской культуры Троице Сергиеву Лавру. Далее Дюма отправляется в путешествие по Волге и на Кавказ, где закончилось его путешествие по России. 1927 год. Арестованная еще в феврале по подозрению шпионажа в пользу Кайзеровской Германии, голландская танцовщица Мата Хари предстает перед судом французского военного трибунала. На следующий день ей будет вынесен смертный приговор, который будет приведен в исполнение через неполных три месяца. 1945 год. Во время Потсдамской конференции, которую еще называют Берлинской, союзников президент США Гарри Трумэн сообщает Сталину о наличии у США оружия огромной разрушительной силы. Уинстон Черчилль специально даже задерживается в дверях, чтобы увидеть, какой же будет реакция советского лидера. Но тот и брови не ведет, просто благодарит за информацию. Лидеры Америки и Англии решают, что Сталин просто не понимает сути сказанного ему. Но Сталин сразу же отправляет телеграмму Курчатову просто с требованием ускорить работу над созданием ядерного оружия. А информацию о ходе работы американцев он получает чуть позже американского президента благодаря советской разведке, если верить воспоминаниям генерал-лейтенанта НКВД Судоплатова. 1993 год. Опубликовано сообщение Центрального банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу теперь имеет только новый российский рубль. Ну и еще одно событие. 1938 год. Изобретается растворимый кофе. Еще в 1901 году первый приемлемый растворимый кофе изобрел американский химик японского происхождения Сатурикато в Чикаго. Через пять лет Джон Констант Вашингтон, английский химик, живший в Батемале, заметил осадок в виде пудры, который собирался в его серебряной кофеварке. После серии экспериментов он открывает первое массовое производство растворимого кофе и в 1909 выводит на рынок Arreted Coffee, первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе. А уже в этот день, в 1938 появляется первая действительно широко распространенная марка растворимого кофе. Продукт быстро получает популярность в США после Второй мировой войны и затем распространяется по всему миру. Именно эту дату и принято считать днем рождения растворимого кофе. Но вот есть один маленький вопрос. То, что сегодня нам продают под видом растворимого кофе, на мой взгляд, таковым не является. Сколько вот не пил, все как-то не тот вкус. Все хочется как-то поближе к зерну. Но это выбор каждого. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин